В руководстве фестиваля после первых жалоб сразу же заявили, что награждают Аллена Делона за его заслуги перед кинематографом, а не за его человеческие качества. Но американские и европейские феминистки решили не сдаваться. За несколько часов до церемонии награждения некоторые из них вышли на красную дорожку с призывом не давать награды агрессорам. Тем не менее, вручение почетной золотой пальмовой ветви прошло гладко. Зал был полон зрителей, которые аплодировали актеру стоя на церемонии. Директор фестиваля Терри Фремо заявил, что каны всегда будут на стороне художников. Ну а вот, что своей благодарственной речи сказал сам Делон. Что самое сложное в кинобизнесе, это задержаться в нем. И у меня получилось. Я в кино 62 года. Сейчас я знаю, что так же сложно это уйти. Но я не уйду, не поблагодарив вас. Я работал всю свою жизнь и, по всей видимости, я звезда. Я хочу сказать вам спасибо. Я обязан публике и никому больше. С гораздо большим энтузиазмом на Лазурном берегу встретили Педро Альмадовро, который привез на фестиваль свою новую работу – драму «Воли слава». На премьеру испанский режиссер прибыл с исполнителями главных ролей Пенелопы Круз и Антонио Бандерасом. Герой Бандераса – известный режиссер на закате своей карьеры. Чтобы хоть как-то пережить возрастной и творческий кризис, он погружается в воспоминания и ностальгию по своему прошлому. Картины уже успели окрестить самой личной из всех работ мастера, а на родине в Испании критики и вовсе не поскупились назвать «Воли славу» шедевром. «Фильм не стоит воспринимать буквально, но некоторые вещи, происходящие с героем Антонио, вполне могли бы произойти и в моей жизни. Некоторые истории я действительно позаимствовал из своего опыта, но многие являются вымыслом». Пенелопа Круз появляется в воспоминаниях главного героя. Она сыграла его маму. Как признался сам Альмадовр, для него в жизни важнее человека не было, поэтому эту роль он мог доверить только Круз, которую он когда-то открыл мировому кино. Бандерас тоже близкий друг режиссера, но в последние годы предпочитал сниматься исключительно в голливудских проектах. Спустя 8 лет после выхода их последнего совместного фильма «Кожа, в которой я живу», актер смело распрощался со своим привычным образом мачо и благодаря гриму действительно стал очень похож на режиссера. «Педро позвонил мне и сказал, что пришлет сценарий. Когда я прочитал его, я воскликнул. Это же он. В этом фильме он говорит о себе, но это не биографическое кино. Скорее, это отражение жизни Альмадовра». Боли слава представлена в главном конкурсе фестивалей и претендует на золотую пальмовую ветвь. Прилетел в Канны Квентин Тарантино. Премьера его фильма «Однажды в Голливуде» состоится завтра, но вечеринки фестиваля режиссер уже вовсю посещает. Тарантино обратился ко всем гостям киносмотра, которые собираются на показ ленты, с просьбой не выкладывать спойлеры в интернет и тем самым не лишать других зрителей удовольствия от просмотра. В эпицентре внимания в Каннах не только Тарантино, но и Роберт Паттинсон. Стало известно, что актер станет новым исполнителем роли Бэтмена. Для многих новость стала неожиданностью, ведь после саги «Сумерки» Паттинсон старательно избегал коммерческих проектов и отдавал предпочтение малобюджетному и независимому кино. Надеясь избавиться от клейма вампира Эдварда. На нынешнем Каннском фестивале он удостоился похвалы многих за свою роль в триллере «Маяк». Ну а после признания строгих критиков в большое голливудское кино Паттинсону, видимо, возвращаться уже не так страшно. Вчера в Каннах смотрели не только интеллектуальное кино. Вместе со всем миром гости фестиваля с нетерпением ждали выхода финальной серии «Игры престолов». Только вот многим прихотелось смотреть последний эпизод с планшетов и телефонов, да еще и с перебоями интернет-связи. Но в результате поклонники сериала остались недовольны концовкой. Некоторые даже просят переснять весь последний сезон. Но, чтобы избежать спойлеров, предлагаю все обсуждения оставить для социальных сетей. Субтитры создавал DimaTorzok